здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о здоровом счастливом детстве потому что сейчас время летнее когда ну не совсем правда русское слово но тем не менее часто употребляют оздоравливают детей самыми разными способами дети у кого-то находится дома у кого-то на даче на огороде работают занимаются изучением что такое помидор что такой огурец кто-то смог отправить своих детей в какие-нибудь лагеря детские где они тоже отдыхают компании своих друзей кто-то на море выбрался в общем есть разные способы для того чтобы детей подготовить к новому сезону который у них как всегда начинается 1 сентября но здоровье детское всегда в первую очередь вне зависимости от времени года и от ситуации и поэтому у нас в студии ирина алексеевна козлова заведующая детским поликлиническим отделением номер два люберецкой областной больницы здравствуйте ирина алексеевна вот скажите летом же все расслабляются и с одной стороны дети вроде бы все время с родителями что вроде бы как хорошо с другой стороны родители тоже расслабляются и вот этот вот канон внимание обращенная к ребенку иногда заканчивается тем что больше мороженого разрешают больше поесть бабушки там чего-нибудь и глядишь вроде уезжала худышка приехал уже такой пампушка такая но я конечно же утрирую тем не менее вот летний период он сложный для правильного детского здоровья или все зависит от правильного подхода родительского если мы сейчас не о врачах говорю ну летом вообще как правило этот период отпусков период когда всем и взрослым и детям хочется отдохнуть от каких-то рамок поведения выйти за них да выйти за них нарушить режим подольше поспать там подольше не ложится спать и так далее позволить себе какие-то вольности в диете и так далее то есть режим питания опять же нарушить вот есть уже не по часам а когда придется иногда и поздно и на ночь что-нибудь и что-нибудь и такая из запрещенного да и это же мы позволяем и своим детям понятное дело но понятно что до после летнего отдыха как правило и тем кто же ходит в организованный коллектив и тем кто идет первый раз трудно влиться в этот вот в эти рамки и поэтому нужно к этому готовиться правильно понимаю что сентябрь как правило месяц такой когда ребенок учится в одной и той же школе до переходит из класса в класс то наверно это немножечко проще а вот если на новое место или первый раз пошел детское учреждение или перешел переехал в другой город то всегда это очень такая ломка идет до у человека и правильно понимаю что сентябрь месяц иногда прям выпадает из жизни потому что идет процесс пристройки верно и как правило поход в организованный коллектив да даже да даже уже ребенка который посещал ранее допустим до школу или сад после длительного перерыва опять прийти в коллектив даже в тот же уже знакомый коллектив это это немножко такой стресс и опять же на какие-то и поведенческие и взаимоотношения с со своими сверстниками по новой как будто бы увидели друг друга то есть смысл то что это все равно какое-то приспособление адаптация что касается первого похода это конечно вообще стресс для ребенка очень серьезно но сейчас мы обо всем поговорим а прежде всего давайте возьмем с простого начнем с тех кто учится в школе и там точно наступает период или два можно назвать периода это переход из совсем маленького там в более-менее там условный пятый класс да 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 когда вдруг надо только тебе приходили то ты куда-то ходишь или наоборот ну по-разному это все устроено и так далее а второй период это какой абсолютно верно запомнил прямо сейчас сам вспомнил свое детство когда вдруг из совсем ребенка ты превращаешься уже во взрослого ребенка да это где-то уже девятый вот этот класс когда там начинается кто-то остается кто-то не остается уже дети начинают понимать что может по-другому что школа может закончиться после этого учебного года оставаться не оставаться начинается уже какое-то деление до устроено в нашей жизни вот этих два периода вот скажите какова здесь роль родителей да и какова роль педагогического состава которая влияет именно на здоровье ребенка ну к пятому классу когда ребенок переходит в школу в среднюю и начинается уже делиться на там учителя на разные учителя по разным предметам переходы там из кабинета в кабинет то есть другой другой немножко режим другая система вообще в принципе подстройка каждому преподавателю подстройка каждому преподавателю ребенка это очень стрессовая ситуация вот но в то же время ребенок уже имеющий опыт школьные дисциплины четырехлетние за плечами как правило дети хорошо переносит эти адаптации то есть тоже самое только надо куда-то еще по да да здесь нет каких-то там проблем у них приоритеты все в классе как правило расставлены то есть лидеры и там не лидеры они уже все известны только новенький ребенок до которому тоже придется приспосабливаться но как правило в этом возрасте коммуникации у детей уже достаточно нормально развиты и здесь не нужно подводить одного ребенка к другому чтобы они начали общаться здесь уже у них они решат это все решат вопрос с подростками когда они переходят в школу старшую там нужно становится громче кто-то тише да немножко стоит по-другому потому что подростки вообще на рост очень такой своеобразный и более того мы иногда не узнаем своих родителей даже будучи их детей даже будучи их родители а вот и более того еще более того что когда заканчивается подростковый возраст почему-то опять все меняется и ребенок опять становится прежним то есть этот подростковый возраст очень такой интересный во всех отношениях но родительская задача в когда ребенок переходит выпускные классы это просто побыть рядом что называется и побыть в стане советчиков ни в коем случае я бы не советовала настаивать и гнуть свою линию вот многие родители настаивают на каких-то своих приоритетах например свои собственные несостоявшиеся когда-то мечты мы пытаемся реализовать в детях и сама глобальная да это очень большая ошибка дети ломаются дети перестают учиться дети более того как-то идут на конфликт и более того пытаются выразить себя именно такими вот иногда не очень хорошими поведенческими делами вредными привычками и так далее в отместку конечно у детей и у подростков вот эти все все анти такие настроения когда никто не прав только я один и вы все виноваты во всем что со мной происходит у них это развита очень сильно поэтому подростки очень такая натянутая струна на очень аккуратно но может быть когда здесь нужно родителям вспомнить все мы были в этом возрасте мы были у всех у нас были вот эти вот тоже подростковый такой максимализм он какой-то степени красив он какой-то романтичен там много всего хорошего да но безусловно а родителям кажется что этого никогда с ними не было ну что они сразу были идеальными и они знают что ты пойдешь туда-то туда-то и вот я помню например помимо родителей еще важен вопросы преподавателей да немаловажно когда например я пошел в первый вуз мне сказал учитель физики идти туда и я с ним согласился то есть мне просто он убедил меня это то есть ничего не делал так особо просто то он у меня убедил и фактически сыграл роль до моей персональной жизни поэтому здесь наверно со всех сторон должна работать это ну как вот как велосипеде вроде тормоза есть сюда можно притормозить колесо крутится рядом тормоза но они должны ски быть параллельно и только в самый такой момент да ведь тут еще такой немаловажный фактор что дети которые сейчас приходят особенно пандемии на этой ситуации я это вижу по своему вузу где преподают они каждый сам за себя куда-то пропала история дружеских или даже вот мы говорим буллинг вот эти все модные слова он всегда присутствовал когда по-другому назывался и так далее но раньше даже если класс делился на какие-то кланы их было несколько то сейчас каждый сам за себя его совершенно он сидит рядом красивый парень сидит рядом с красивой девушкой на первом курсе ему вообще все равно наплевать кто рядом с ним сидит понятие вот что это такое что за психологический портрет это дети пандемии нет это дети вообще в принципе нашего века такого стремительно во всех отношениях формационные вот этой всей истории но при этом они даже романтизм какой внутри сидит вот этот самовлюбленности которая только на себя работает да и дети просто уж уходят в себя вы именно только потому что им достаточно общения с гаджетами с интернетом с какими-то сетями вот там они общаются и более того если эти же люди которые общаются между собой соцсетях лицом к лицу начнут общаться у них не получится да вот что интересно я часто и в этой студии приводил пример когда сидят опять же красивая девушка парень в кафе перед кофе или там не знаю коктейль уже можно им пить и они не говоря друг с другом они вот возвращаясь к самому первому как вы сказали вот детскому сообществу там ясли садик и так далее ведь может быть там происходит какая-то ломка ведь мы сегодня знаем что многие родители отказываются да они ну как-то называется дома учат детей домашнее обучение на что больше и больше почему потому что ну масса вот этих вот анти как мы сказали вещей им кажется что их ребенок так что надо его от всего этого обязательно обезопасить забывая о том что все равно ребенок рано или поздно выйдет на эту большую улицу большую дорогу хорошем смысле слова так вот что происходит с ребенком когда он детский сад приходит но если все-таки там но мало наверное помним так хотя ну вот детский сад это наверное самое такое боевое место где начинается 1 1 боевое крещение ребенка на что как родителям здесь подготовиться но при походе в детский сад ребенка ребенка подстерегают два момента две опасности основных таких вот глобальных это отрыв от родительской опеки то есть ребенок остается такой конкретно да 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 ребенок остается в условиях какие ему практически не он их сам выбрал а ему навязали то есть он при его привели оставили и у бросили фактически за и самый главный страх у многих детей даже которые остаются очень многие годы это то что мама больше за ним не придет то есть вот это вот у ребенка есть такой вот момент когда он понимает что какую-то незащищенность такой вот чувство точку опоры он начинает терять вот в этом случае здесь очень важно понимать когда и для того чтобы избежать его стрессовой ситуации очень серьезные вот вот именно в этом вопросе нужно понимать когда правильно в каком возрасте отдать ребенка в сад и потому что очень важно понимание того что ребенок в полтора года вряд ли услышит наше увещевание о том что так нужно ведь вопрос можно нельзя и там нужно и прочее дети начинают понимать где-то уже после двух лет когда например хочу мороженого ой нельзя там простудишься заболеет заболеет горло и ребенок тебя понимает что-то нельзя вот ребенок до двух лет вообще не понимает зачем его сюда привели допустим и что с ним дальше давайте мы сейчас здесь как раз на входе в детский сад сделаем небольшую паузу и войдем этот детский сад через некоторое время напомню что эта программа открытый диалог у нас сегодня в студии ирина алексеевна козлова заведующая детским поликлиническим отделением номер два люберецкая областная больница такая очень интересная тема как можно так сказать социализация до детей и вот мы остановились на входе в детский сад когда мама привела ребенка вот я честно говоря не помню может быть вы помните у меня не было по моему такого чувства что вот меня бросили так далее я помню другое что когда-то я попал в какой-то санаторий вот там мне казалось что меня куда-то сдали навсегда что входило очень много кстати врачей вот и видимо как всегда ну все мы люди у ребенка есть любимая воспитательница нелюбимая воспитательница любимая там повариха и нелюбимая повариха и так далее но вернемся вот вошли в детский сад мы важно понимать что все-таки лучше отдавать ребенка детского позже в двух лет и далее так вот дальше социализация что как ребенок понимаешь что все-таки за ним пришли и это будет повторяться вот в этом случае главное не проколуться родителям в этом моменте каким образом не оставлять сразу надолго то есть вот это вот постепенность она должна быть обязательно если мы форсируем и например сегодня мы привели ребенка на полчаса завтра оставили на весь рабочий день то это неправильно категорически да он во первых он уже перестанет вам верить вы же ему обещали скоро прийти потому что еще столько лжи впереди да ребенок будет очень обижен но это уже такой момент эмоциональный вот во вторых ребенок завтра уже туда либо не захочет идти либо пойдет с очень большим скандалом вот и это тоже сорвет определенные адаптационные моменты механизм вот эти вот поэтому здесь конечно главная постепенность приучение ребенка к детскому саду первое время я бы вообще советовала не оставлю не приводить ребенка рано утром к моменту когда будет общая еда допустим завтра лучше он покушает у себя дома в комфортной знакомой среде а потом уже привезти и вот на ту же прогулку опять же за рамками детского сада на улицу в эту в эту сжигать калорий он будет на улицу это в эту группу в которую он должен до прийти но он придет не 8 часов утра допустим чуть попозже а это возможно так делать что если детский сад идет навстречу такие моменты возможно просто я знаю что дети легче привыкают когда они в них в эту среду среду внедряются уже такая немножко так со стороны не слишком форсировано потому что как ну как-то в помещении ребенку не очень комфортно ему вот на улице когда рядом мама в песочнице это то что он обычно делает во дворе ну да вот здесь поэтому вы уже и воспитательница уже в какой-то момент там два-три дня пройдет станет знакомой и почти родной поэтому здесь конечно вот так приучать было бы лучше а есть такой момент психологический в таком возрасте опять же я не помню а вы знаете что ребенок сначала как который даже может этому сопротивляться бояться пугаться а потом он просто это принимает как данность принимает как данность данную больше я вам скажу следующее есть дети я завидела таких детей вообще в принципе в садах когда ребенок вообще не реагирует бурно эмоционально вот его привели да он принял это как данность он смирился что называется но при этом в чем все коварство этой ситуации в том что он будет сидеть тихо и не доставлять никому никаких проблем но при этом он не выпьет ни одного глотка воды не съест вообще ничего не закроет молчать весь день да и скорее всего не пойдет справлять свои физиологические потребности будет убивать это очень опасно для здоровья конечно поэтому вот эта вот история тоже не очень такая но и тут возникает еще одна из последних тем на детском садике мы остановились у нас еще впереди школа тоже и выход кстати из школы правильно я понимаю что может настать такой момент как придется садик поменять если что-то пошло не то может да то есть не надо вот ты я ходил мама ходила и ты будешь ходить да и будешь слушаться как мы будем делать конечно как правило здесь родителям предоставлен выбор детского сада это раз и это очень немаловажно родители должны знать в какой сад и каким воспитателем они отдают своего ребенка это однозначно но вот ломка наша социальная начинается в садике да ну и там саду то в саду то как раз таки закладываются все наши основные ну на дальнейшее там какие-то ближе ближайшую жизнь лидерские линии лидерские вот эти все качества наши уже какие-то приоритеты наши таланты раскрываются в саду во многом вот поэтому конечно сад имеет значение и второй момент кстати кроме того что вот эти вот приход в сад это стресс для ребенка кроме этого конечно же болезни очень многие родители спрашивают что как сделать так чтобы ребенок пошел и не болел наверное невозможно это невозможно да здесь конечно речь идет о том что первое время первые полгода считаются адаптационными надо быть готовыми к этому это организованный коллектив никуда от этого не денешься многие мамы говорят вот ребенок мол дома он не болеет а в саду больно это понятно саду такая коллектив на одном ковре что называется они целый день контактирует как там лампы не ставь я помню как у нас тоже лампа там стояла это да но вот хоть еще такой момент наверное неплохо если кучность большая и одет детки одного возраста если они хотя бы 23 в одну группу пойдут им легче будет да тогда садике до конец друг друга знают до них может быть свой клан какой-то поначалу но но так и в жену ребенка в любом случае при если собрались давать ребенка в сад его нужно начинать социализировать уже за некоторое время до этого то есть оставлять у кого-то из родственников из знакомых без без своего присутствия это тоже очень важно потому что ребенок ведь дети же они тоже такие очень интересные если понаблюдать за ребенком который вышел с мамой за руку особенно то который длительно кормился грудью и у них такая особая связь с родителями с мамой а вот это когда идет ребенок допустим на детскую площадку и там начинает играть с детьми а мама садится просто где-то неподалеку на лавку ребенок всегда каждое определенное количество времени смотрят где она это всегда происходит вот если за ребенком понаблюдать то эта история есть и поэтому за для того чтобы ребенок не потерял из вида маму находясь в саду и будучи там оставленным оставляем как правило как ой мамочка уходите он вас не увидит все будет хорошо да оп и все и тут он оглянулся а мама нет вот тут начинается самая большая проблема стресс и стресс очень серьезно это нам так кажется а ничего страшного привыкнет но любой стресс ослабляет организм и это тоже одна из причин частой болезни но теперь давайте вернемся в школу и вот тот вопрос который уже поднимал все-таки многие родители почему-то сейчас думаю до домашним ну садик еще такое дело а вот потом когда обучение то есть должна для учителей это это такая прям императорский подход и вы тут все борются за тему социализации насколько это небезопасно для ребенка родители же не вечное да все может произойти в жизни вот насколько и при этом давать свободу ребенку тоже наверное надо но некоторые родители вот видишь в аэропорту да прям кто как воспитывает вот он прям на голову кому-то лезет да и попробуй только что-то скажи вот как вы считаете все-таки должен каждый ребенок пройти вот эту такую социализацию детскую либо в садике либо в школе а лучшие садики в школе и потом кстати прийти в вуз который тоже очередной на такой последний детский стресс до или или есть смысл и вот в отдельном таком воспитании вообще я отношусь к домашнему обучению не очень хорошо с двух точек зрения с одной стороны это понятно что это одиночество ребенка которая там тоже как бы нас наслаивает на какие-то ребенок должен пойти в организованный коллектив почему потому что с одной стороны выстраивать коммуникации с окружающими людьми это очень важно в нашем мире сейчас современным а с другой стороны те же самые день делиться какими-то знаниями что-то то есть какое-то такое общение она тоже развивает и ребенок вот дети которые выходят из такого вот какого-то одинокого воспитания воспитания или образования они как правило в общей массе сразу видны это как правило более такие молчаливые более уж и трудно будет стать лидеры ну да скорее всего да это очень накладывает отпечаток социализация детей должна быть обязательно организованные коллективы их придумали еще в наше время советское там четырех месяцев эти детские сады были дети общались между собой но это нужно делать обязательно но с другой стороны опять же теперь камешек в огород социального этого обучения вот тоже темы травли детской непонимания трудных всевозможных все мы как-то их проходили хотя честно говоря я вот вспоминаю чтобы ну видимо либо я был в каком-то правильном клане не знаю но у нас как-то так по-другому это было хотят да были люди с которыми не хотелось общаться но смысл в чем другая сторона медали когда ребенка могут затравить чего делать другую школу переводить ну здесь какой стресс да это стресс очень большой как правило этот период надо пережить потому что и у того кого травит и у того кто травит этот период пройдет может даже потом друзья да да запросто и сколько таких примеров и из нашего детства это масса примера люди даже женятся между собой в то время когда там свое время где он мальчик девочку там бежал или наоборот поэтому здесь вопрос скорей всего просто завоевания какого-то лидерство и места под сонсан место под солнце в организованном коллективе это в любом неизбежно в любом организованном коллективе это неизбежно – В любом возрасте, конечно. – В любом возрасте, конечно. Даже в песочнице идёт борьба за место под солнцем. Поэтому это ничего удивительного. Здесь нужно заниматься как одной стороной, так и другой. Тот, который травит других детей-сверстников, он же тоже немножечко такой требующий к себе внимания и нашего, и в том числе даже врачебной консультации, потому что иногда это переходит в какие-то рамки вообще дозволенного и в понимании не просто воспитания, а в понимании как раз-таки ущерба даже здоровью. Поэтому здесь надо разбираться. – Медаль с двумя сторонами, да? – Да. И мне надо сказать ещё такую вещь, что ребёнок, на которого всё происходит, нападки, или коллектив ополчился и агрессивно настроен, его тоже нужно с психологами позаниматься, потому что, как правило, это всё исправляется. – Исправляется. Хорошо. – Семейным контактом и так далее. – Ещё один такой вопрос. Девочки, мальчики, возвращаемся к тому периоду плавного выхода, когда начинается, ну, я не знаю, как сексуальный буллинг, что ли, когда не все ещё всё понимают, или со стороны девочек, или со стороны мальчика, что-то такое. – Ну, что-то так происходит, но пока… – Что-то такое непонятное. И вот тут родители, конечно, с ума сходят, потому что переживают, тем более, что все поколения предыдущему говорят, что… следующему за ним говорят, что вот в наше время такого не было. Вот как здесь правильно тоже с ребёнком вести себя? Где-то это в девятом классе начинается, где-то… Вот даже раньше, к одиннадцатому там уж как бы всё ясно и всё понятно. – Всё серьёзно, да. – Да. – Как следить за этим? – Ну, что касается сексуального воспитания и отношения полов, здесь нужно заниматься, во-первых, никогда не врать ребёнку. Это закон такой, я думаю, общеизвестный. Если у ребёнка возник вопрос, откуда берутся дети, то ему можно ответить и в пятом классе на этот вопрос. Так, конечно, без подробностей, естественно, но как-то вот… – Про любовь. – Да, то есть не говорить, что купили ребёнка или нашли в капусте, как говорили нам наши родители, да? А какую-то такую правду, что есть отношения между мужчиной и женщиной, так или иначе, и так далее, и так далее. Поэтому это вот так, да? И когда уже речь идет о подростках, о подростках, то здесь вообще нужно говорить на чистоту. Просто сажать перед собой своего сына или дочь и разговаривать. – Последний вопрос и короткий ответ. Картинку, которую я сам наблюдал. – Моря. Мальчик кормит чаек. Много-много бросает хлеба, чайки прилетают, он ещё бежит к маме, тоже берёт с стола, там опять бросает, бросает, бросает. И обязательно появляется второй мальчик. Что делает второй мальчик? Он гонит этих чаек, бегает за каждой чайкой, чтобы они все куда-то улетели. Вот у меня эта картина стоит, это прямо вот как наша жизнь. – Да. – А мистер фёст, мистер секонд. Два мальчика одинакового возраста. Что это за психологические портреты? И почему мы… Или это так должно быть в жизни, закон должен быть, компенсация такая? – Ну, наверное, да. Где-то добро какое-то гасится злом, допустим, или там наоборот. Но здесь, скорее всего, однозначно дефекты воспитания. Однозначно и даже не обсуждается. – То есть мальчик, который гоняет чаек, всё-таки что-то там… – Да, скорее всего, что-то ему не так объяснится. – Лучше кормить чая. – Ну, разумеется, да. Наверное, быть более таким могущим, протянуть руку, что называется, помощи. – То есть если родитель заметил, что мальчик почему-то начал гонять человека, это тоже к нему вопрос. – Да. Если родитель заметил, что мальчик взял за хвост кошку, начал гонять птиц, сделал больно ни с того ни с сего пробегающей мимо собаки, это повод для того, чтобы разбираться серьёзно, конечно. – Спасибо огромное. Очень интересный разговор, Ирина Алексеевна. Если бы я был маленьким, я бы очень хотел к вам попасть на приём. – Ирина Алексеевна Козлова, заведующая детским полинклиническим отделением номер 2 Люберецкой областной больницы. Спасибо большое. Хорошего вам сезона, чтобы детки все наши были здоровы. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пельменко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова